Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы начинаем цикл лекций с психологом. Меня зовут Батлук Татьяна, и с нами в студии сегодня клинический психолог, психотерапевт, телесно-ориентированный терапевт, Стаценко Анна. Добрый день. И сегодня мы поговорим с Анной об эмоциональном выгорании. Итак, проблема действительно очень актуальная на сегодняшний день. Давайте даже обратимся к американской статистике. Недавно, то есть в конце 2019 года, вышла публикация, где было сказано, что врачи в Америке получают самую высокую заработную плату – 200 тысяч долларов. Действительно, очень высоко. Но также по количеству суицидов у врачей случается в два раза больше, чем в самой популяции. Вообще, как можно прокомментировать данные цифры? Неужели столько денег не хватает врачам, чтобы как-то сгладить какие-то проявления эмоционального выгорания? Почему происходит так? Дело в том, что деньги не являются единственной мотивацией человека. И счастливы не те, кто обладает большим количеством денег, а те, кто сочетает в себе любимую работу и достойную зарплату. На врача возложена очень большая ответственность за других людей и очень большая нагрузка. Это ведёт к тому, что происходит быстрое выгорание и как результат – суицид. То есть дело всё-таки не в деньгах получается? Нет, дело не в деньгах. Также мы провели опросы в нашем инстаграме. В нашем опросе приняли около 600 человек. Что нам удалось выяснить? Около 84% наших опрошенных действительно признались в том, что они испытывают эмоциональное выгорание. То есть они поставили ответ «да». Также многие признались, что хотели бы научиться справляться с этим состоянием. И, к сожалению, вот именно в нашем опросе только 10% посещают психолога или когда-то вообще обращались за какой-то психологической помощью. Всё-таки хочется уточнить, по ходу к психологу это проявление слабости. Почему люди боятся обращаться к психологу? Почему вот такая ситуация, что мы хотим научиться, но мы к психологу не пойдём, как-то вот, может быть, сами научимся справляться. Почему? Ну, тут есть много, на самом деле, факторов, влияющих на эту ситуацию. На самом деле, дела обстоят, я думаю, ещё хуже. Я думаю, что в реальности не более 2-3% людей посещают, врачей посещают психологов, психотерапевтов. Почему так? Ну, потому что, во-первых, поход к психологу, психотерапевту, это признание своего эмоционального состояния. Человек, который находится в эмоциональном выгорании, не замечает изменения, которые происходят внутри него. Это большая проблема. Человек, как правило, понимает, что с ним что-то не так, тогда, когда уже проявлены физические, серьёзные физические последствия. То есть, когда человек уже начинает часто болеть, когда он уже не может физически прийти на свою работу. Ещё, кроме того, врачи часто относятся скептически к психологам. И чаще всего используют антидепрессанты, которые заглушают симптоматику, но на самом деле не облегчают состояние. То есть, это кратковременный эффект имеет. То есть, причину мы саму не лечим, грубо говоря. Просто симптоматическое лечение. Да. Если врачу-женщине ещё хоть как-то возможно обратиться к психологу, к психотерапевту, то мужчины избегают контакта с психологом до самого последнего. Чем это обусловлено у мужчины? Ну, страх показать свои эмоции. Поход к психологу — это раскрыться, это довериться, это показать свою слабость, это пойти в детские травмы, это заплакать. Но это со стороны мужчин, а со стороны психолога, наверное, по-другому это выглядит, да? Со стороны психологов — да, потому что, к сожалению, чаще всего ко мне приходят уже на последней стадии эмоционального выгорания. Тогда, когда помочь человеку без серьёзных изменений в его жизни практически невозможно. То есть это в любом случае уже на этой стадии будет связано с тем, что человеку необходимо на какое-то время прекратить свою трудовую деятельность. И тут встаёт вопрос, как же обеспечивать семью, что скажет жена, что скажут родственники, родители, и это становится невозможным для человека. Ну, давайте, прежде чем нам разобрать все стадии, да, мы всё-таки коснёмся того, вообще какой портрет врача-пациента доходит к психотерапевту, с какими жалобами он приходит, и какие проблемы он может рассказать на приёме. Ну, тут можно выделить несколько форматов. Часть пациентов, клиентов, врачей ко мне обращаются со своими личными проблемами. Они приходят и говорят о том, что в их семье закончился мир, закончилась любовь. Они готовятся к разводу, или они потеряли контакт со своим ребёнком. И в какой-то момент становится понятно, что это связано именно с их профессиональной деятельностью. Тогда, когда они уже не в силах контейнировать свои эмоции, полученные на работе, выливают их на своих близких. В результате страдают все, и семьи рушатся. Это первый большой класс. Второй, это когда человек осознаёт, что он не может эмоционально удерживать свои, контейнировать свои эмоции, и начинает срываться на своих пациентов. Как правило, врачи очень боятся этого, замечают и обращаются вот с этим вопросом. Часто бывает, что ко мне обращаются с вопросом того, что какие-то манипуляции перестают быть доступными. То есть врач, профессионал своего дела, много лет работающий в своей области, вдруг не имеет физической возможности, например, вводить какой-то вид наркоза. И тогда мы разбираемся, в какой момент это случилось, что произошло, что повлияло на его работу. Также ко мне часто обращаются с психосоматикой. Ну, например, человек, как правило, не связывает это с профессиональной деятельностью. Он приходит с тем, что по какой-то причине его тошнит каждое утро. Или у него открывается рвота, когда он приходит на работу, но при этом все показатели в норме. Он проходит у себя на работе обследование, всё хорошо. Он может быть сам врач-гастроэнтеролог. Найти у него ничего не могут. Найти у него ничего не могут. И вроде бы по показателям всё хорошо, но рвота каждый день есть. Или головные боли какие-нибудь. Или головные боли, да. Или повышенная температура тела. Или что-либо ещё. Я думаю, многие специалисты, какие-то молодые специалисты на первых дежурствах, я даже при себе могу рассказать, что иногда испытываешь гиперволнение. Я, например, с температурой приходила на дежурство. Да, действительно такое было. Действительно это испытывают. Это очень большой дискомфорт. Это очень мешает работе. Вот такое повседневное, которое потом начинается. К сожалению, если врач вовремя не обращается за помощью к психологу-психотерапевту и вовремя сам в себе не узнаёт признаки эмоционального выгорания, то может наступить та стадия, которая уже будет невозвратна. То есть человеку придётся уйти со своей работы, переквалифицироваться. И это всегда очень болезненно. Да, самое тяжёлое. Давайте всё-таки о стадиях поподробнее. Давайте проговорим, какие есть стадии, когда всё-таки мы ещё имеем большой шанс вернуться, остаться в этой профессии или когда это уже будет невозможно. Какие стадии существуют и как нам их можно охарактеризовать? Ну, первая стадия самая замечательная. Это тогда, когда человек вдруг выходит на свою новую работу. Это тогда, когда мы одеваем первый раз белый халат и начинаем свой приём пациентов. В этот момент мы эмоционально заряжены, у нас повышенное настроение, мы готовы горы свернуть. Мы любим всех наших пациентов, они нам нравятся. Мы всем им хотим помочь. Нам нравится коллектив, нам нравится руководство. И мы полны энтузиазма. Но, к сожалению, эта стадия длится недолго. И именно на этой стадии уже пора принимать некоторые меры, которые позволят в дальнейшем избежать выгорания. А именно. Во-первых, нужно, конечно же, сразу выстраивать свой распорядок дня. Это очень важно. Мы должны выстраивать осознанно приём пациентов. Да, мы тут в некоторых случаях имеем столкновение с руководством клиники. Но это наша задача. Всё-таки постараться, да? Да, быть между тем, что требует руководство, но и заботиться о себе. Это про то, чтобы перед приёмом каждого следующего пациента иметь возможность встать, пройтись по кабинету, открыть окно, подышать свежим воздухом, помыть не только руки, но умыться. Подышать. Это занимает не очень много времени. Это в районе пяти минут. Отвлечься на что-то другое, подумать о чём-то другом. То есть нужно переключиться на какой-то другой вид деятельности. Сделать десять приседаний. То есть даже хватит коротковременного какого-то переключения, чтобы перестроиться и настроиться на другую работу. Да, да. Это первое. Второе. У нас должен быть обязательно жизненный баланс. То есть когда мы полностью уходим в работу, мы, соответственно, теряем другие сферы нашей жизни. Но работа — это только одна из частей нашей жизни. У нас есть увлечения, у нас есть хобби, семья, работа, любовь, финансовые какие-то обязательства. И не только обязательства. У нас есть развлечения, путешествия, у нас есть дети. Многое что наполняет нашу жизнь. И когда мы включаемся только в работу и теряем другие части нашей жизни значимые, то, соответственно, мы приближаемся к эмоциональному выгоранию. Так, ну вот после первой стадии, которая, ну, казалось бы, для многих молодых специалистов, наверное, это будет актуально, что всё равно молодые специалисты приходят воодушевлённо на работу. Но это уже можно отнести к первой стадии? Или это всё-таки какой-то переход от ординатуры или от университетской жизни к работе? Ну, на самом деле выгорание может происходить и даже во время обучения, потому что это очень большая ответственность, очень большая нагрузка. И экзамены студенты преодолевают непросто. И плюс первые встречи с пациентами происходят именно в процессе обучения. И тут тоже очень много эмоций, тут очень много страха, тут очень много тревоги, тут страх и агрессия, да, со стороны пациентов, потому что пациенты определённым образом и зачастую негативно относятся к молодым специалистам. И не потому, что пациенты плохие, а потому что их психика на данный момент не выдерживает вот этого состояния боли, страха за собственную жизнь. Ну, недоверие там тоже есть, правильно? Конечно, и недоверие, да, это естественно. Человек боится за свою жизнь, к нему подходит абсолютно незнакомый молодой специалист. Конечно же, первая реакция человека — это недоверие. И уже в этот момент может быть проявлено эмоциональное выгорание студента, когда студент начинает думать, зачем я пошёл именно в эту профессию, смогу ли я работать, смогу ли я быть настоящим специалистом. Страх не всё знать, а всё знать невозможно. И множество других страхов. Так, ну, продолжим про стадии. Значит, на первую мы поняли, что какое-то удовольствие наступает. Далее какая стадия идёт? И чем она характеризуется? Далее идёт самая настоящая, жизненная, здоровая фаза. Это фаза, когда мы уже отказываемся от своих иллюзий. Мы видим структуру, такую, какая она есть. Мы принимаем структуру, такую, какая она есть. Мы не пытаемся ничего изменить. Но вместе с тем понимаем, что это наша работа, что выбор этой работы осознан, что действительно есть желание помогать людям. И работа становится действительно только одной из сфер нашей жизни. Важной, значимой, интересной, увлекательной, но только одной. Тут мы достигаем какого-то баланса, или это всё-таки уже как стадия эмоционального выгорания? Тут нельзя говорить, что это баланс. Нет, вот как раз-таки здесь происходит баланс. Здесь происходит норма, достижение точки нормы между тем, сколько я могу отдать в работу сил, энергии, времени, эмоциональной составляющей, а сколько уже является перебором. Так, какие-то ещё есть стадии? Ну, дальше следует третья стадия. Это тогда, когда человек уже не выдержал, где-то он взял больше нагрузки, нежели на самом деле может. Где-то он уже, ну, например, принял больше пациентов, потому что руководство клиники, например, обязует принимать определённое количество пациентов. Где-то он подстроился под руководство, где-то он подстроился под своих коллег. Где-то он из чувства вины и ответственности взял дополнительную нагрузку. И тут уже нет возможности эмоционально контейнировать свои чувства. И тут наступает такое состояние, когда человек начинает испытывать внутри себя гнев, агрессию относительно пациентов, относительно коллег, относительно руководства клиники. Иногда он это осознаёт. Чаще всего нет. Это что-то скрытая агрессия. Это скрытая агрессия, да. Мало того, так как эмоциональный интеллект не развивается, никто этим, ну, скажем так, мало людей, которые осознанно бы развивали эмоциональный интеллект, то очень сложно внутри себя отследить эти чувства. И в плане психотерапии мы очень много и часто работаем именно над темой научиться распознавать свои собственные чувства. Что я чувствую внутри тела, когда я злюсь? Что я чувствую, когда я радуюсь? Как это внутри моего тела? Как внутри моего тела тревога? Как я узнаю, что я тревожусь? Это где? Это чем? И только через вот такие базовые навыки можно вовремя улавливать, что со мной сейчас происходит, вообще мое ли это чувство. Потому что иногда к нам приходит агрессивный клиент, пациент, он приходит первым, на первый прием, и он приносит с собой агрессию, он агрессирует, и мы подхватываем его чувства, и дальше мы на других своих пациентов это переносим. То есть мы почему-то злимся, но часто мы это и не замечаем внутри себя, и, ну, собственно говоря, и не замечаем, как транслируем это дальше. И только вопросом, а что сейчас со мной происходит? Я злюсь? Я злюсь на что? На кого? Когда я начала злиться? Это действительно мое? Или это состояние пациента? Вот этими вопросами можно вернуть себе себя. То есть периодически, вот когда чувствуешь что-то неладное, да, в своем поведении или в каком-то окружающем, да, поведении окружающих, может быть, то просто сесть и спросить тебя вот эти элементарные вопросы, правильно? Да, ну, фактически еще и задать вопрос себе. Я вижу, что этому пациенту больно, и поэтому он агрессирует. Или это действительно связано со мной. На кого он на самом деле агрессирует? Чаще всего ответ будет таков, что пациенту просто больно. И тогда мы можем смотреть на него как на страдающего человека. Тогда мы способны ему помочь. Но если мы воспринимаем это на себя, как будто бы он нападает лично на нас, то тогда мы не можем абстрагироваться, мы не можем уже ему помогать. Мы выходим в состояние защиты. А где вот этот переломный момент, когда мы переходим из одной стадии в другую? Вот что должно произойти, чтобы, например, из второй, там, в третью стадию? Это происходит очень незаметно. Чуть дольше остался на работе. То есть вот оно копится по крупицам, да? Чуть раньше вышел на работу. Чуть больше тяжелых смен. Чуть меньше сна. Чуть больше нагрузка эмоциональная дома. Новое руководство. Какая-то конфликтная ситуация в коллективе. И вот так складываются множество факторов, которые приводят к тому, что становится невыносимо работать. Третья стадия уже будет являться точкой невозврата, когда невозможно как-то свои эмоции подавить или, наоборот, как-то с ними побороться, чтобы вернуться в то состояние, из которого мы, из этого, грубо говоря, баланса, из которого мы вышли. Но мы не говорим про подавление эмоций. Как раз-таки неосознанные эмоции являются подавленными. Мы говорим о том, чтобы вовремя замечать внутри себя эмоции и вовремя их реагировать. Экологично. Мы же можем по-разному эмоции реагировать. Мы можем кого-то побить. Ну, пришёл к нам пациент агрессивный, а мы ему раз. Но это не очень хорошая идея. Потому что есть этика профессиональная, которая нам не позволяет. Но внутри нас заряд остался. Он нас задел заживое. Тогда что мы можем сделать? Мы можем осознать, что да, я разозлился на этого пациента, потому что он меня уколол. На что именно? На что я так среагировал? Потому что, по сути дела, если наши темы все проработаны, то чужой человек не может нас эмоционально ущипнуть. И дальше важно вывести из себя эту агрессию. Но не на пациента. Он и так страдает, ему и так плохо. Он пришёл к нам за помощью. Но тогда может помочь простая подушка. Мы берём подушку, идём в место, где никого нет, и бьём эту подушку до первой пуховой крови. Пациент здоров, всё хорошо, нам становится легче. Всё, внутри нас уже этого нет. Мы можем пропивать свои эмоции, мы можем их прокрикивать, мы можем дышать. Но в данном случае, именно когда агрессивное состояние, то дышать вряд ли будет эффективно. Ну вот физическая нагрузка как-то разряжает, да? Да, конечно. Таким же эффектом обладает. Может быть, ещё какие-то есть способы? Вот именно в этот момент, чтобы вот это всё накопленное не оставлять в себе? Ну, помогают физические упражнения. Бег. То есть это интенсивная физическая нагрузка? Это интенсивная физическая нагрузка, да. Игра в теннис. Бокс для мужчин и для женщин это замечательно. Да, это любые силовые тренировки, упражнения. Ну вот кроме такого интенсивного спорта, какой ещё, может быть, йога что-то? Йога, контрастный душ замечательно помогает. Моржевание великолепно помогает. Медитация. Конечно же, хотя бы 10 минут между приёмами пациента, если такое возможно. Ну, к сожалению, наверное, в настоящей практике... Очень сложно. Очень сложно, да. Действительно, даже... Может быть, руки помыть мы успеем, да? Ну, мы и должны руки мыть, в принципе, вот. Но там прогуляться где-то, попить чай, не всегда даже выйти там куда-то покушать. Мы иногда даже забываем о таких вот... Как раз-таки задача врача очень осознанно подходить и заботиться сначала о себе. То есть режим дня должен быть? Да, но в самолёте не просто так говорят, да, сначала оденьте маску на себя, потом оденьте маску на ребёнка. Пациенты приходят к врачу в состоянии психологическом, в состоянии ребёнка. И врач взрослый в этой позиции, он должен заботиться сначала о себе. Соответственно, вовремя сходить в туалет, вовремя покушать, сделать себе, ну, обеспечить себе балансированное питание. Да, на это требуется время, да, то есть нужно продумывать. Во столько... Я не могу лечь позже, потому что мне рано вставать. Я не могу сейчас, например, уделить время детям, потому что мне нужно отдохнуть, да. Ну, то есть вот где-то нужно находить баланс. Ну, вот сам человек может научиться нахождению вот этого баланса или всё-таки обязательно прибегать к помощи психотерапевта? Вот где тут найти баланс? Да нет, ну, конечно же. Ну, посмотрите, сколько, ну, известных, великих врачей, да, ещё там времён, там, Великой Отечественной войны, да, и раньше, которые переживали катастрофические времена, но тем не менее оставались целостными в своей профессии, были верны своей профессии до конца. И они умели находить этот баланс. То есть это только навык, это просто навык. Моя бабушка была врачом, и мой дедушка тоже. И бабушка прожила до 96 лет. И она каждый день делала зарядку до последнего дня. И это было то, что помогло ей сохранить свои профессиональные навыки. Она об этом говорила. У неё был каждый день один и тот же завтрак. Да, это скучно. Каждый день есть одно и то же в течение 96 лет. Но тем не менее, именно это помогло ей быть профессиональной. То есть она структурировала свою жизнь, она какие-то выработала для себя способность к тому, чтобы не выгорать, да, грубо говоря, и следовала этим принципам. Да, она ушла из профессии в 86 лет на заслуженную пенсию. Я думаю, что это хороший показатель. Да, несомненно. Скажите, пожалуйста, ещё, если всё-таки настигается вот эта последняя стадия выгорания, всё-таки уже чувствуется, что невозможно продолжать ни свою деятельность, не можешь видеть ни пациентов, то есть наступает уже вот как задушили всё. Вот что с этим можно делать вообще? Можно ли вернуться назад, можно ли не уйти из профессии? Вот я думаю, всё равно врачи тоже сталкиваются из такой ситуации, конечно. Ну, кто-то доходит до... И до такой стадии. Вот как себя вести правильно в такой ситуации? Ну, всё очень индивидуально. То есть какие-то общие советы нельзя тут давать, да? В некоторых случаях мы можем говорить о том, что может быть сохранена профессиональная деятельность. В некоторых случаях, к сожалению, нам приходится признать, что всё. Ну, человеку придётся сменить сферу деятельности. Это иногда бывает полная смена деятельности, сферы, да? Иногда человек остаётся рядом с медициной. Лучше предотвратить. Лучше предотвращать такие, да? Может быть, ещё какие-то советы, Анна, вы хотите дать нашим зрителям? Ну, конечно же, по возможности посещайте группы психологические. Это даже лучше, чем индивидуально, или как? Для некоторых запросов, да. Потому что тогда вы можете поделиться с коллегами, вы можете увидеть, что не только вы в таком состоянии, не только вы устали от своей работы, обменяться опытом. Ну, иногда просто прижаться друг к другу плечом, да, и понимать, что вот рядом человек живой, ему тоже непросто, и мне непросто, да, и за счёт этого выходить в другое состояние. Нельзя сказать, более это эффективно или нет. Это эффективно. Ну да, наверное, это будет эффективнее для тех, например, кто не может самостоятельно обратиться для какой-то индивидуальной терапии, да? То есть кому-то очень страшно или какие-то, ну... Ну, это могут быть ограничения, и финансовые, да. Потому что психотерапия всё-таки достаточно дорогостоящий процесс. Это длительная работа. Это не может быть краткосрочная работа. В случае тем более профессионального выгорания всё-таки это длительная работа, длительная терапия. А групповые сессии, они более доступны и в финансовом плане, и они эффективны. Угу. Всё, спасибо, что вы были сегодня с нами. Надеемся, что наша дискуссия небольшая вам будет полезна. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова